Стадия Кэмп Лагерь, но не в каникулы, отдых, но совместно с обучением. Арт-резиденция «Точка» выиграла грант губернатора Югры на организацию необычного досуга школьников. И при поддержке Комитета образования и науки устроила пятидневный познавательно-развлекательный марафон. Музыка, КВН, дизайн, фото и видео. Старшеклассникам предложили освоить азы самых популярных и востребованных направлений, как в повседневной, так и в профессиональной жизни. Тема сегодняшнего урока – киношная картинка. Ну это так, это общее оботочение. Мы сегодня просто берем композиционные приемы. Студент технологического колледжа Лев Затинацкий – специалист из категории «сам себе педагог» и «сам себе режиссер». Неоднократный обладатель наград муниципального уровня за видеомастерство уверен, если снимать не умеешь, то и профессиональная камера не поможет. А при умелом подходе шедевр можно сделать и при использовании сотового телефона. На своей площадке он растит правильных блогеров. За пять дней, конечно же, мы не сможем обучить их сложным всем программам, поэтому мы выбрали более такой, наверное, простой, но действенный метод. Они будут снимать на телефон и также на самом телефоне собирать ролик. Мы выдадим ему базу, и, возможно, с этой базой они дальше смогут что-нибудь делать. А может, он возьмет и дальше начнет этим интересоваться, начнет свои ролики делать, какие-нибудь интересные, какие-то идеи у всех есть. Может, кто-то еще захочет коротметражные фильмы снимать, я вообще не знаю. И меня заинтересовалось, как можно сделать красивое видео. Фотографировать я уже умею. Есть новые правила, которые мы не знали, к примеру, симметрия правил от детей. Мы их использовали в фотографии, но, оказывается, их можно использовать и для видео. Большинству творческих профессий научить невозможно. Здесь без таланта, желания и вдохновения никуда. Поэтому, несмотря на то, что движение КВН существует уже 60 лет, до сих пор не организован ни один институт для подготовки такого рода кадров. Уникальный опыт передается по старинке, из уст в уста в рамках таких вот мобильных школ. Практика, она составляет большую часть вообще всего, что юмора касается. Поэтому, конечно, мы не забудем о том, что такое КВН в теории. И очень много будем практиковаться, как и пытаться писать шутки, пытаться искать парадоксы в жизни, в тексте, вообще где угодно. Потому что юмор, он везде. И главное, уметь это видеть. Мне интересно именно тем, что я хочу здесь самореализоваться, потому что я, в принципе, сам по себе веселый человек. Мне нравится, когда вспомнятся люди. Юмор, он специфический. То есть, если люди посмеялись, то неважно над чем, даже если я облажаюсь, это будет смешно, значит, у меня все удалось. Уникальный проект «Точки» позволит эффективно решать проблему профориентации подростков. Организаторы рассчитывают привлечь внимание старшеклассников к деятельности арт-резиденции, продолжать обучение в которой можно и после закрытия лагеря. Ведь отдел креативных индустрий для того и был придуман, чтобы молодые люди не ломали голову, куда пойти в свободное время, а выбирали полезный досуг. Ребята скорее получат готовый продукт от этих занятий. То есть, если ребята занимаются графическим дизайном, то у них будет готовый проект, портфолио на будущие какие-то свои работы на фрилансе и прочее. Готовый продукт получит не только каждый участник в качестве небольшой визитной карточки для дальнейшей самореализации, но и город. Ведь по условиям проекта ребята должны применять полученные знания на благо развития территории проживания.